Я могу быть уверен, что все, что мы видим, мы рассчитываем в партии. Для нас очень важно, чтобы информация, которая поступает из Украины в Европу, была действительно объективной. И непосредственно то, что касается нашей акции, если у вас есть какие-то вопросы, если вы хотите быть осведомлены, мы открыты к диалогу, готовы проинформировать. Спасибо большое, спасибо большое. Спасибо большое, мы делаем высокую, поэтому мы здесь. Когда они расположены, когда начали? А когда у вас акция началась? Здесь, именно на этом посту, мы находимся уже неделю. Восьмой неделе. Здесь, в этом месте. Спасибо. И что это за задачей? Я имею в виду, почему они выбрали это место? А можете сказать, почему именно это место выбрали? Именно это место. Вообще у нас работает своя группа разведки, так называемая. Это не первое, не последнее место. Оно не единственное. И в будущем мы планируем перекрывать еще ветки для того, чтобы сделать невозможным торговлю с оккупированными территориями. Мы считаем, что мы обязаны сделать невозможным подобный процесс. Так как деньги, зарабатываемые на крови наших солдатов, украинских солдатов, они аморальные и беспринципные. Мы считаем, что мы должны остановить этот процесс. Конечно, это деньги, которые просто перерывали на кровь наших солдат. Наши солдаты. Это те, кто... И если уж европейское сообщество пытается нам помочь и всячески, скажем так, блокирует торговые отношения с оккупантом, то мы тем более обязаны это делать. И, знаете, если европейская сообщество пытается нам помочь и пытается блокировать связи с другими сторонами, то мы тоже должны сделать это. Итак, они вообще блокируют карго-трейн, которые приходят из Тарьерска. Это основное... Ну, как бы, простыми словами, вы перекрываете торговые сообщения, то есть грузовые поезда. Вы не пропускаете те, которые сообщения между Махмутом и Тарецком? Мы перекрываем торговые пути с оккупированными территориями. Мы проинформированы, что наши власти за 15-16 год дали порядка 96 тысяч дозволов на оптовые поставки разнообразнейшего товара. И если у нашего правительства не хватает политической воли, то народ ему поможет. И если у нашего правительства нет политической воли или нет политической воли, то наши люди помогут. И сколько трейнеров они физически блокируют? А вот на протяжении вот этой недели, которую вы проводите вашу блокаду, сколько поездов вы остановили? Они не ходят. Дело в том, что еще до начала блокады, за два месяца до начала блокады, мы начали информировать о своих намерениях и власти, и руководство железной дороги. У них есть определенные правила безопасности. Они, понимая, что путь блокирован, они просто не отправляют грузовые сообщения. За два месяца до начала мы подавали информацию и в письменном виде, и через средства массовой информации. У них есть информация в виде информации и в виде информации. Хорошо, и вы можете рассказать о том, кто они, где они приходят, если они ветераны из волонтерских батальонов, если они часть организации? А можно спросить? Вот люди, в которых вы здесь находитесь, это ветераны, то правильно, да? Это есть участники волонтерских батальонов? Да, 90% присутствующих здесь людей, это ветераны АТО, это участники боевых действий, это люди, которые прошли ужасы этой войны. Итак, 90% участников этой блокады, это участники боевых действий, это участники боевых действий, это ветераны АТО, и все из них прошли четыре часа этой войны. В начале разговора вы сказали о том, что у вами была проведена разведка, чтобы определить места, которые вы будете блокировать. Это правильно? Так точно. Скажите, пожалуйста, у вас есть какой-то единый организационный центр, который координирует вашу ветеринацию? Так точно. Организован штаб блокады торговли с террористами. Штаб босса? Так точно. Штаб блокады торговли с террористами. Есть своя страничка в интернете, мы стараемся информировать и народ Украины, и власти о всех своих действиях. Да, судя по всему СМИ, мы ведем. И вы планируете в будущем блокировать не только железные дороги, но и обморозы? Так точно. Мы планируем блокировать всевозможные пути, по которым идут поставки торговые. Еще один вопрос. Что касается перемещения гражданских лиц? Мы никак не препятствуем. Мы всячески стараемся идти на встречу. И вообще мы получаем поддержку и местного населения. Более того, мы даже получаем звонки о поддержке с оккупированной территории. Люди оттуда звонят и благодарят нас за нашу работу, сообщая нам о том, что они всячески пытались информировать СБУ о происходящих событиях. Не видя никакой реакции, они приветствуют нашу деятельность, что мы все-таки проводим эту работу. Исключительно товары. И, кстати, хочу отметить, сейчас происходит, скажем так, введение в заблуждение народа Украины. У нас, точнее, народ Украины пытается информировать, что он замерзнет, что блокированы поставки угля. Мы знаем, что энергетические ресурсы поставляются на Украину по схеме «Роттердам плюс». По этой схеме все это включено в платежки каждого гражданина Украины. А эта схема обозначает, что мы получаем эти ресурсы, якобы Бог знает откуда, из-за кордона, из-за Африки, через моря, через океаны. И все это вложено в цену. Так вот, исходя из той информации, что мы имеем, мы понимаем, что людей вводят в заблуждение. Во-первых, то, что касается поставок, это, опять же, всего лишь то, что касается угля. Это всего лишь 10% из составляющих поставок вообще туда и обратно. Это энергетические ресурсы. Все остальное – это другие товары. Уголь также туда уходит на эти новости. И хочу отметить, что уголь ходит не только с той стороны сюда, но и отсюда туда также. Более того, местное население жалуется, что здесь заброшенные шахты, в которые не вкладываются деньги, не производится развитие. А производятся только поставки шахт, которые принадлежат Ринату Активу. Уголь также, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе. Речь идет о шахтах здесь? Речь идет о шахтах здесь, на территории. Почему-то наше правительство не считает нужным вкладывать деньги в развитие шахт на контролируемых территориях. К сожалению. Более того, министр энергетики заявил о том, что Украина энергетическим ресурсом на зимний-осенний период обеспечена полностью. И для того, чтобы переоборудовать наши ТЭЦ на другие энергоносители, нужно всего полгода. Война идет уже три года. А процессы развития заторможенные вообще не происходят. И переосвещение. И мы, считая, согласно Конституции, согласно пятой статье Конституции, о том, что народ единым чинником влады, решили помочь нашему руководству. И показать им, чего в действительности требует народ Украины. И мы решили показать, что именно люди Украины. Нас поддерживают волонтеры со всей Украины, со всех регионов едут, везут нам теплые вещи. Продукты. Местное население нас поддерживает дровами. Морально. Поэтому мы можем вас посещать. Пожалуйста, мы... Борщ. Мы открыты для всех и доглаждаем всех гостей. Я прошу. Я прошу. Я прошу. Я прошу. Я прошу. Я прошу. А мы видели, как они могут вас пребывания освободить? Не сприлена. Так точно. У нас есть опыт 2014 года, когда пошли военно-пленные батальоны Донбасс, которых не отыскали и не меняли вообще поначалу. Батальон Донбасс вместе с другими договороческими соединениями решили заблокировать хождение конвоев Рината Ахметова. После чего около ста бойцов тут же удалось договориться на освобождение. Как? Они находились в плену. Никаких договоренностей по поводу ихнего обмена невозможно было произвести. После блокировки конвоев Рината Ахметова... Сейчас блокировка? Нет. Это было в 2014 году. Да. Исходя из этого опыта, мы начали свою блокировку. Это одно из главнейших наших требований. Около ста бойцов было освобождено. Это и в эре, как юзи или юзи? А где они были? На оккупированных территориях. А сейчас вы сказали, что эта блокада тоже преследует еще одну цель? Да. Вторая не менее важная цель – это принятие закона об оккупированных территориях. Это дает возможность на законодательном уровне решить подобную проблему. Мы считаем, что эти территории оккупированы. И оккупант должен вести ответственность. Мы считаем, что этот закон существенно ее, во всяком случае, если не полностью решить, то очень существенно поменяет саму ситуацию. У вас есть какие-то временные работы? Мы приняли решение находиться здесь до тех пор, пока нас не услышат и не примут соответствующие решения. Еще один вопрос. Отношения с властями. Как власти на зрение? Власти... Власти... Власти реагируют как-то растерянно. Нас обливают грязью. Пытаются народ Украины обмануть. Всячески умолчать подобную ситуацию. Потому что ни телевидение, пресса очень, 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 очень мало подает информации об этой ситуации. А если и подает, то в извращенном виде. Только то, что им скажут... Отношения с полиции. Отношения с полиции. Значит, касаемо полиции. По-разному складываются ситуации. Если говорить о Луганской области, там у нас тоже редукт стоит. Там полиция старается проявлять понимание и вести свою службу соответственно закону. Если говорить о Донецкой области и непосредственно Амбройским, так сказать, возглавляет ее полицию. Тут полиция превышает свои правила, права. Пытается запугать население. Вести в заблуждение. Да, население. Когда мы выставили здесь пост, они перекрыли территорию вокруг поста полностью. И тот мост, и там, и там. И местному населению сообщали, что здесь неизвестные люди в военной форме, с оружием. Что здесь опасно. Хотя мы всегда были открыты, мы не прячем ни лиц своих, ни своих требований. И мы гражданские люди. Мы на сегодняшний день гражданские люди. Просто сложились обстоятельства так, что мы все с боевым опытом. Спасибо большое. Если, может, чем-то еще хотите поделиться дополнительно. Мы хотим вас попросить только об этом. Старайтесь информировать европейское сообщество, наше население, объективно, в действительности. Мы подаем информацию так, как она есть на самом деле. Нам скрывать нечего. Мы все честные люди, которые вышли на защиту своей страны в 2014 году добровольно. И готовы ее защищать сегодня. Мы не представляем никакой опасности для местного населения. Мы есть друзья и защитники для местного населения. Мы открыты к диалогу и всегда рады тем людям, которые с открытым сердцем идут.